В центре Екатеринбурга в так называемый «Квартал миллионеров» забрела группа прознашатающихся подвыпивших юнцов. И один из недорослей под одобрительные комменты толпы себе подобных испоганил объект культурного наследия народов России регионального значения. От мороза кочумелые ручки намалевал белой краской каракули на фасаде от реставрированного здания старинной усадьбы Шумкова на улице Красноармейской. Но это было лишь полбеды. В толпе вандалов был мальчишка лет пяти-шести на вид, вероятно, младший братишка одного из уличных почкунов. И мелкому пакостнику тоже захотелось, по примеру великовозрастных лоботрясов, оставить свой след на культурном наследии города. Взрослые гуляки дали краску пацану, и он нарисовал на фасаде каляки-маляки в кружочки. Урон от проделок, с позволения сказать граффитистов, невелик. Владелец усадьбы, в которой после реконструкции располагается медклиника, уже перекрасил фасад и написал заявление в полицию о порте имущества. Пачкуны по полной засветились под объективом фасадной камеры наблюдения. Так что изловить их – это лишь вопрос времени. Схватят одного, он наверняка сдаст подельников. Проблема в другом. Эти фасадные почеркушки, недалеких от ума юнцов, словно плевок в культурное в целом лицо города Нейсити. Ведь речь идет не о какой-то размалеванной под хохлому обычной хрущевке или брешневке. На кону исторический памятник. Усадьба, построенная в стиле классицизма по заказу чиновника Шумкова в первой половине 19 века. Первоначально в ней, кроме двухэтажного каменного дома, были еще постройки, службы и бани. После Октябрьской революции усадьбу национализировали и передали трудящимся в качестве коммунального жилья. К концу 90-х годов прошлого века от усадьбы остались лишь дом до ограда с воротами. В феврале 1991-го по решению Свердловского исполкома городская усадьба в стилевых формах классицизма была признана объектом культурного наследия.